Широкое ярмарочное пространство с трудом вместило всех желающих поучаствовать в школьном благотворительном марафоне. Продавцы подготовили для покупателей разнообразный ассортимент вкусной продукции. Домашние пряники, сочники, ковришки, кексы и баранки – предел мечтаний многих сладкоежек. У нас был вафельный торт и шарлотка, потом были печенье и оладушки. Еще у нас стоял морс вместе с компотом домашним. Покупатели очень хорошо реагировали, всем понравилось. В Лопатинской средней школе учатся около двух тысяч ребят. Представители практически от каждого класса, учителя и приглашенные родители стали активными участниками шумной и веселой ярмарки. Специально для ярмарки выпущена валюта «Добрый червонец». Ребята ее в обменном пункте обменивали и потом на эти «Добрые червонцы» покупали ту продукцию, которую предлагали на ярмарке участники. На «Добрый червонец» можно было приобрести товар на ярмарке, а «Добрый рубль» можно было заработать на игровых аттракционах и обменять их уже на сладости. Благотворительную ярмарку задумали как добрый подарок для любимой школы в день рождения. Организаторам праздника, совету обучающихся, удалось сделать практически нереальное и предложить всем гостям и участникам развлечения по интересам. Умные, смелые, ловкие и умелые учащиеся школы наглядно продемонстрировали свои спортивные достижения. Помимо традиционного ярмарочного перетягивания каната, ребятам предложили загадочные аттракционы, в которых требовались особые умения. «Мы, получается, участникам закрываем глаза, и они должны на ощупь понять, что за предмет. Отгадали, получают жетончик, и на этот жетончик они получают взамен конфету». Самыми активными участниками спортивных эстафет стали девочки из младших классов, которые смогли заработать сразу по 7-8 единиц ярмарочной валюты. Но без сладких подарков все же не остался ни один гость праздника. «У ярмарки было рассчитано на то, чтобы собрать деньги на помощь детям в трудных ситуациях, а спортивные игры провести для того, чтобы дети веселились. К тому же мы можем вон там получить сладкие подарочки. Я желаю, чтобы наша школа процветала, и с каждым годом она становилась все лучше, и чтобы больше детей радовались, когда приходили в нашу школу». Добрые сердца учащихся даже в праздник распахнуты для помощи и участия. В ходе ярмарки ребята собрали еще и школьные принадлежности для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.